Майя, привет! Я просматриваю твое финальное задание. В целом мне очень нравится, что у тебя получилось. Чувствуется, что вложена душа, что тебе понравился этот прайк за то, что ты делала. Получилось очень хорошо. С точки зрения отрисовки тоже умница, все получилось и правильно нарисованы эскизы, потому что ты смогла сделать на них заливки. Единственное, что я бы хотела немножко тебе поправить, но это с точки зрения уже технологии, ты могла просто немножечко этого не досмотреть. Во-первых, смотри, у тебя слетели моменты, здесь у тебя есть отстрочка, вот она на брюках и молнии по центру, такого быть не должно. То есть вот эти части, тоже технологические моменты, тебе их технолог поправят, когда ты будешь передавать документы, но просто чтобы ты это знала. То есть здесь у нас получается, должна быть тогда, что это будет отстрочка, скорее всего, она не будет так выглядеть. То есть ее нужно тоже сделать отстрочкой. Так, здесь у тебя заливка там внутри. Так, еще один момент, сейчас покажу тогда на черно-белом, потому что на цветном не очень видно. Значит, вот смотри, то что есть на цветном, на черно-белом у тебя это отсутствует. Соответственно, должно быть полное совпадение. Я поэтому рекомендую рисовать сначала черно-белый эскиз, потом его, условно сказать, раскрашивать, потому что в противном случае могут быть вот эти вещи, когда вот где-то что-то проглядело. Еще один технологический момент, который у тебя так осуществиться не сможет. Вот когда вставляется молния, она всегда вставляется в какой-то разрез. Соответственно, этот разрез ты должна обозначить, как он будет выглядеть. То есть отстрочка она будет идти уже по краям данного разреза. Сейчас очень много точек. И, соответственно, его нужно обозначить. То есть вот это вот мы сейчас немножко отодвинем. То есть будет срез технологический, разрез, который будет вставлен на молнии. Возможно, будет видна тесьма данной молнии, то, что у тебя здесь есть. Но это обязательно будет край. И край кроя ты должна обозначать. Это не доработка, скорее, не иллюстратора, а именно технологическая. Просто тебе, чтобы ты понимала эти моменты, чтобы ты их знала. То есть вот так вот обычной прямой линией, можно тоненькой, сейчас мы пунктируем. Оно обозначается. Вот. И будет сразу понятно, что молния, она обрезана. Можно ее поправить так, как нам комфортно. Очень хорошо получился язычок. Все прям вот как надо. И молния отрисована правильно. Хотя ты переусложняешь. Ты рисовала это все вот так. А на самом деле с молниями. Есть еще приемы. Я не успела написать еще один модерн. Он будет. Когда показываю, как делать молнии. Они делают с кистями. Сейчас я тебе покажу. У меня есть файл. И молнии, они не рисуются поэлементно. Они рисуются кистью. На подобии того, что мы делаем узорчатые кисти. Только это создается молния. Сейчас. Где она у меня? Во-первых, у меня есть отдельные пудеры. Я тоже их не рисую каждый раз. Где тут молнии были? Сейчас мы сойдем. Не вижу их. Вот они молнии. Вот. И соответственно, видишь, они становятся кисточками. Притом молнию можно рисовать под расстегнутой. У меня есть два типа молний. Одна из них получается спиральная молния нейлоновая. А вторая тракторная. Давай покажу, как это все смотрится. Можно ее скопировать в твой документ. Так, это не то. Вот. Вот она появилась. И теперь, сейчас на второй штанинке покажу. То, что ты рисовала вот это очень долго, муторно, я уверена, потратила безумное количество времени. Но не совсем нужно было это делать. Рисуется просто линия. И эта линия заливается молнией. Потом подстраивается ее размер. Вот она какая получается. При этом сейчас еще одну фишку покажу. Так. Можно сделать ее еще поменьше. Вот. Вот. И вот то, что я показывала, что она может быть расстегнутая. Смотрим. 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 Только их надо не состыковать, а две соседние линии сделать, чтобы они друг друга не вошли. Так. И зеркальное отражение. Так. И зеркальное отражение. Так. Чтобы зубчики были в правильную сторону. Вот. И получается, как будто бы она у тебя расстегнута. И сюда же можно поставить потом красоту в виде молнии. кулера. Вот так. А еще вот эта молния, она у меня сделана с наконечниками. Если посмотреть, то есть вот здесь нет наконечников, а здесь видишь наконечники, то есть те части, которые начинаются. Сейчас мы их перенесем. Я просто копирую. У меня она автоматически попадает в список кистей. Можно создать библиотеку кистей. Так. 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 Продолжение следует... Она у нас рисуется... В каком крае до какого... Я сейчас нарисовала ее... Снизу, вверху... А вот так... Отсюда... Сюда вот так будет и не менее... Если эту линию мы прокрасим... Она будет у нас... Вот... Да... В другую сторону... Вот эту... И надо не забыть положить эту штучку наверх... Так... Отлично... Так что... Видишь, она намного быстрее все это делается... Чем то, как ты рисовала... Я понимаю, что это станический труд... Но он как бы не совсем нужен... Вот... Еще один момент, который я бы хотела обратить внимание... Смотри, когда у нас есть то, что ты называешь double stitching... Во-первых, нужно, чтобы они пришли в одну точку, в которую ты показываешь... Плюс ко всему, обычно задают интервал, с которым будет происходить данная строчка... Что может быть там 3 мм, 5 мм... В машинке это есть настройка... И ты должна это задать... Может быть это 0,2... То есть ты выстрачиваешь такой, как рубчик... Вот... И если они у тебя предполагаются одинаковыми... То тебе нужно их рисовать одинаковыми... И опять же, эти моменты, они делаются немножко по-другому... Ты еще не знаешь, как это делать... Это... Уже такой продвинутый курс... Когда мы берем... Два кусочка... И просто-напросто создаем... Уже изначальную отстрочку... Давай, ну, опять сделаем... Хорошо... Вот... Угу... Извини, я делаю кисточку... Уровень создания кистей... Так... Вот она... Да... Так... Нет... Мне нужна узорчатая... 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 Да... Вот... И теперь, когда я буду рисовать вот эти линии... Насмотрим... Сейчас я одну оставлю... Линию... Беру с нее пунктир... И попрошу ее сделать отстрочкой... Вот она у меня сразу вышла отстрочка... Абсолютно ровная... И она всегда будет везде на всем документе одинаковая... Ты будет смотреться лучше... Притом, эту линию... Ты ее можешь гнуть так, как тебе нужно... То есть, она может быть и волнистая... Она будет у тебя гниться... Ну, гнуться и соответствовать тому, что ты рисуешь... То есть, не нужно их вот... Прямо так вымерять... Ну, это пример... Соответственно... И вот эти вот все двойные отстрочки... Которые ты рисовала... Их проще рисовать вот таким способом... Еще один момент... Который мне тоже... Ну... Появился вопрос... Вот такую кокетку... Без швов сделать не получится... То есть, это либо должен быть высокорастяженный трикотаж... И все равно, скорее всего... Тебе нужен будет шов по центру спинки... И если прям такая сильная посадка... То тебе нужна либо вот здесь выточка... Либо вот так дополнительное членение какое-то... Понятно, чтобы оно приходило в линию... Вот в эту... Ну, это точки зрения именно такого дизайна... Чтобы ты понимала, да... То есть, вот так, чтобы оно было... Оно может как-то изгибаться... Еще что-то... Но у тебя просто такая высокая талия... У тебя идет перегиб спины... И от попы на спину там... Идут сильные перегибы... Такие возы все... И вот чтобы это все встало... Оно должно быть... Вот здесь, кстати, ты нарисовала молнию... Смотри... Здесь ты нарисовала, как она вставляется... Нарисовала отстрочку... Здесь у тебя все хорошо... Так... Декоративная отстрочка... Это вот эта вот штучка декоративная отстрочка... Или что это? Это что-то приклеенное, приклепанное... Это тоже надо подписывать... То есть, если у тебя идет декоративная отстрочка... Ты попадаешь ровно в нее... Ты не промахиваешься... Если ты говоришь то, что здесь у тебя есть молния... То ты показываешь ровно на молнию... И никак иначе... Кстати, если передавать вот эту вот конструктору... Технологу, что они у тебя спросят... Они спросят, а какой длины молнии... А какой она... Ну, толщины... Они тоже задаются... Как правило, это в миллиметрах... Четверка... Это 4 миллиметра... 5... Это 5 миллиметров... Из какого она будет цвета... Из какого она материала... Она будет тракторная или нейлоновая... Это все нужно обозначить... Какой толщины поясок... Какой толщины вот эта задняя часть... Потому что это дизайнерский момент... Ты их должна рассказать... То же самое здесь... Смотри по карманам... Какого он размера... Немножечко вот... Это уже с точки зрения иллюстратора... Я говорю... Смотри... У тебя получилось... Что... Вот это вот... Так называемая... Собачка... Пулер, да? Он у тебя ушел вниз... Его не видно... Он должен сверху лежать... Его надо вытащить наверх... Для того, чтобы его было хорошо видно... Молния, конечно... Это просто герой... Неудивительно, что это заняло столько времени... Потеряла там даже один кусочек... Это нам не надо... И не забывай сгруппировывать... Вот здесь вот не хватает явно группы... Потому что смотри... Вот это лишнее... Это лишнее... И вот это лишнее... И то, что у тебя есть пулер... Его хорошо бы сгруппировать... Поместить наверх... На самый монтаж... На передний план... И сразу вот смотри... Как молния будет смотреть... То есть так она у тебя пропала... А так она у тебя сверху... Ты все правильно сделала... За исключением того, что не разместила их... И вот в случае группировки... Мне удобно перетаскивать именно молнию... Так... Пояс... Какой толщины нужно указывать... И из чего он сделан... От строчки... На какое расстояние... Сколько дырок... Ну, это можно, конечно, с конструктором... Обсудить... Что за пряжка... Металлическая... Пластика... Ну, как бы... Что это... Куда это... И... Вот эти вот металлические элементы... Что это... Клепки... Болтики... Или еще... Если ты не знаешь... То можешь просто вот сюда приложить... Фотографию этого болтика... Ну... Чтобы просто... Потенциально... Конструктор понимал... Я так понимаю... Что вот эта часть... Она должна вот сюда вот так... Закрыться... Да... И вот с молнией... Я тебе дам сейчас эти файлы... Ты будешь им пользоваться... Потому что... Ну... Так долго и так муторно... Это не надо делать... Есть вот... Готовые варианты... Которые ты можешь использовать... Так... Здесь та же беда... Видишь... Ускакали эти штучки... Хорошо... Вельвет залился... Да... Немножко видны стыки... Но это не страшно... До ним ты нашла... Заливочку... Это тоже ты... Нашла... Да... Да... Ну... Как ты понимаешь уже... Что вот этот момент... Эта история про фэшн эскизы... Она такая очень условная... То есть если нужны просто красивые картинки какие-то... Что-то побаловаться... Тогда оно вот... Ну... Рисуется... Я хотела, чтобы вы это знали... Понимали... И умели это делать... Но по факту... Если ты будешь разговаривать с заказчиком... Они тебя попросят показать вот это... И это будет более понятно... И более наглядно... В целом... Ты большая умница... Мне очень понравилось то, что ты сделала... Те дополнительные комментарии... Которые я тебе дала... Я просто тебе показала следующий уровень... И немножечко с точки зрения... Технологии... По правилу... Да... Здесь тоже молнию надо выправлять... Потому что она так не вошьется... Но это вот нужно уже идти... Либо грамотному конструктору технологу... Садиться с ним с эскизами... И просто проговаривать... Потому что я... Ну... Понимаю прекрасно, что... Немножечко не хватает вот этого... Этой основы... Да... Этой знаний... Это ничего страшного... Прям вот берешь вот так эскиз... Садишься... Он тебя задаст... Победит те же самые вопросы... А что это такое... На каком они расстоянии... Какого они размера... Какого размера ты хочешь карман... Какая будет молния... Какой будет... Он еще разделяется... То, что у молнии есть... Вот эти пулеры-зиперы... Там вообще... Вот если смотреть... Есть отдельно... Вот эти висюльки... Вот эта сама собачка... Вот это называется пулером... И они могут быть самые-самые разные... На них иногда вешают какие-то ленточки... Пластики... Логотипы... Очень часто на них бьют... Особенно в спортивных марках... Вот... Одна из самых... Продвинутых... Это фирма... Вайки Кей... Японская фирма... Поставщик молнии... То есть они очень хорошо делают... Какая это будет молния... Что она... Притом... Еще у молнии... Бывают... Вот так называемый... Тейп... Тесьма... На которой крепятся зубья... Так она может быть тоже своего цвета... Они бывают он в тон... А бывают другого цвета... То есть у тебя может быть грубо говоря... Там черная тесьма, красная молния... Или наоборот красная тесьма... Там металлическая молния... Такое тоже может быть... А это вот все подбирается... Ну при малом производстве... Покупается готовая... При большом производстве там прям каталоги... И вот молния... Она собирается прям по частям... Так же как и вот эти все заклепочки... Вот... Поэтому здесь надо уже проговаривать. Ну, вот эти моменты, которые меня смутили, здесь тоже. Здесь не хватает линии реза. Скорее всего, вот эта часть она дойдет до конца, чтобы была полностью отрезная кокетка. Вот так, мне кажется, не получится. Она придет у тебя в центральный шов. Ну, опять клеш пошел. Мне нравится, очень современная такая штука получилась. Она как бы из ретро, но очень усовременная. Да. Файл исправленный я тебе отправляю, чтобы ты не смотрела, что я сделала. Я отправлю тебе пулеры и молнии, чтобы ты не могла пользоваться. Ты большая умница. Я считаю, что курс прошел более чем не зря. Ты еще многому научилась. Особенно учитывая, что это с нуля. И с тестратором ты никогда не имела дела. А сейчас смотри, какие шикарные эскизы. Да. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok